Ну, уже поговорили зато о том, что действительно не требует ответа, пожалуй, этот вопрос, что это важные предиктивные прогностические маркеры, поэтому мы немножечко поговорим о том, что это такое, как мы можем это померить, что это значит и чего это стоит. Микросателлитная нестабильность – это короткие, ну, есть короткие тандемные повторы нуклеотидов в ДНК. Они располагаются как в смысловых, так и несмысловых участках ДНК, и в процессе репликации в норме могут возникать дефекты в этих участках, которые приводят к изменению длины повтора, что может быть выявлено при помощи ПЦР, и большое количество вот этих нарушений, изменений длины повторов во многих участках и является этим фенотипом, который называется микросателлитная нестабильность. В норме в процессе репликации ДНК в геноме возникает порядка 100 тысяч подобных ошибок, но они благополучно репарируются при помощи системы, которая их выискивает и устраняет. Это система репарации неспаренных нуклеотидов или mismatch repair система. То есть MSI и MMR – это не одно и то же. Это разные вещи, которые зависят друг от друга. То есть если у нас MMR не работает, при наличии ошибок мы с ними сталкиваемся в виде MSI. Что делают эти протеины? Это несколько белков, о которых мы поговорим. Их задача выявлять в том числе так называемые insertion-deletion loops. Это петли, которые возникают в ДНК при считывании. Если у нас инсерция, то есть у нас вставка лишнего нуклеотида, то дочерняя цепь ДНК формирует вот такую петельку по отношению к матричной, потому что нет для этой вставки комплементарного нуклеотида. Если же происходит наоборот дилеция, то есть в матричной цепи происходит по отношению к ней потеря, то матричная цепь формирует такую же петельку. Есть система белков, которые проверяют потом геном на предмет соответствия тому, что было, и удаляют вот эти вот петельки, формируют нормальную цепочку. Если же этого не происходит, то вот эта вот вставка или потеря, она остается в геноме и в дальнейшем может реплицироваться повторно. Это приводит к увеличению количества мутаций. Этих белков несколько, несколько систем. Это MSH2, MSH6. Одним из гомологов которого может быть MSH3, но мы, как правило, вот с этой парой имеем дело, если мы говорим о возможностях иммуногистохимического метода. И MLH1, и PMS2. Эти белки осуществляют поиск этих дефектов, затем подключаются эндонуклеазы, экзонуклеазы, а также ДНК полимераза, которые формируют уже нормальную цепь. Вот существует несколько пар гомологов, они работают вместе. Почему это нужно знать? Потому что если мы будем иммуногистохимически выявлять потерю того или иного белка, то это такой контроллер или точка, которая позволяет нам себя проверять. Если у нас выпадает MSH6, то это допустимо. Если у нас выпадает MSH2, то у нас всегда мы видим иммуногистохимическую потерю у экспрессии и MSH6, так как они работают в связке. То же самое касается MLH1 и PMS2. То есть PMS2 может самостоятельно теряться, а при потере MLH1 или его функции выпадают оба белка. Каковы механизмы потери экспрессии и потери функции белков, которые осуществляют контроль и репарацию ДНК? Это могут быть герминальные мутации, например, синдром Линча. Это могут быть спорадические мутации, которые возникают на фоне всех внешних факторов. А также это метилирование промоторных зон, которые зачастую встречаются в спорадических раках, и чаще всего это именно метилирование зоны промотора MLH1. Это приводит к потере, выявляемой при иммуногистохимическом исследовании белка. Что касается ГХ, то у нас есть сейчас доступные маркеры. Это четыре белка, обладающих ядерной экспрессией. Тест простой, аналитически воспроизводимый. Единственное, что у каждой диагностической методики есть свои возможности, есть свои ограничения. Так, если мы будем говорить о иммуногистохимии, то от 5 до 11% микросателлит нестабильных опухолей не демонстрируют потерю экспрессии этих белков. Чем это связано? Связано с тем, что те мутации, либо эпигенетические изменения, которые происходят в геноме, могут не затрагивать антигенные свойства этих белков. То есть мы можем их иммуногистохимически выявить, но могут лишать эти белки их функции, и это реализуется в фенотипе микросателлитной нестабильности. Это является одной из причин, почему, скажем, для синдрома Линчева в рекомендациях НССН предлагается использовать два метода для выявления мутационного статуса. Таким образом, хотелось бы мне закончить вот этой картинкой. Мы с вами пытаемся выявлять механизмы различные, которые реализуются в том числе в высокой мутационной нагрузке, что определяет чувствительность опухоли к иммунотерапии. Но существует масса механизмов, как эпигенетических, так и на уровне транскрипции, на уровне трансляции и на уровне функции белка, которые определяют тот фенотип, с которым мы сталкиваемся, и определяют эффективность препаратов, которые мы используем. И так как наши диагностические методы завязаны, как правило, на один из уровней регуляции этой системы, то у каждого из этих методов есть, помимо возможности, еще и свои ограничения. Об этом нужно помнить, когда вы планируете лечение. Спасибо за внимание. Спасибо, Анна Сергеевна. Очень интересная информация для практических докторов. Может быть, есть вопросы? В чем вопросы, можно задавать сразу уже и клиницистам, и морфологам. Пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо еще раз за доклад. Скажите, пожалуйста, имеется сведение в литературе, что при раке прямой кишки, после проведенного неодемантного химио-лучевого лечения, появляется мутация MSH-6. Но здесь у нас вопрос о времени, когда необходимо исследовать иммуногистохимически, то ли это будет первичная опухоль, то ли после лечения, послеоперационная. Как вы можете на этот вопрос ответить? Всегда имеет смысл, перед тем, как вы планируете назначить иммунотерапию, либо вы ищете какой-то предиктор эффективности ее выполнять, это исследование. И с учетом этих данных, понимать, что мутации не только в генах регуляции, репарации ДНК могут быть вторичными, в том числе на фоне лечения, но и в других генах, которые в том числе контролируют иммунологические взаимодействия опухоли, могут развиваться. И поэтому всегда, когда есть возможность тестировать опухоль на фоне прогрессирования, лучше воспользоваться. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Может быть, он немножко наивен. Скажите, пожалуйста, насколько все-таки коррелирует общая мутационная нагрузка опухоли, то есть Tuma Burden, с микросателитной нестабильностью? То есть у больных стабильных микросателитно, какова вероятность высокой мутационной нагрузки и у кого нам следует тестировать, например, этот показатель? Есть несколько механизмов, которые определяют мутационную нагрузку. Дефицит белков системы репарации ДНК – один из них. То есть если мы возьмем, скажем, опухоль, ассоциированный с ультрафиолетовым повреждением, у них высокая мутационная нагрузка, но она определяется другой. Она ультрафиолетовой сигнатурой определяется точными мутациями, которые возникают под действием ультрафиолетового повреждения. Этот механизм отличается от механизма высокой мутационной нагрузки при микросателитнестабильных опухолях, при опухолях с дефицитом системы репарации. То есть здесь накопление поломок за счет отсутствия функции нормальной системы. Поэтому надо учитывать всегда факторы это локализация образования, его природа. В общем, так. Пожалуйста, конечно. Анна Сергеевна, так скажите, пожалуйста, все-таки для реальной клинической практики необходимо использовать и метод ПЦР, и иммуногистохимию. То есть это является обязательным для понимания реального наличия или отсутствия дефицита в этой системе? Это оптимальная ситуация. А что ограничивает стоимость, что-то еще? Если мы возьмем метод определения микросателитной нестабильности путем ПЦР, то у него есть свои ограничения, которые также методические. Это связано с тем, что вот эти мутации, они могут быть одно-нуклеотидные, дву-нуклеотидные, трех-четырех-нуклеотидные. А сам тест ПЦР, он связан с тем, что набор маркеров, он ограничен тоже. В стандартной панели их пять, их может быть несколько больше. То есть здесь есть методические ограничения, которые приводят к тому, что чувствительность ПЦР тоже около 10% есть ложные негативных результатов. Поэтому, если мы говорим о наследственных раках, когда это имеет значение не только для пациента, но и для членов его семьи, и НССН рекомендует использовать два теста. Если мы говорим о возможности избежать этих ограничений методических, то на сегодняшний день наибольшей чувствительностью обладает секвенирование следующего поколения. И здесь мы, конечно, приходим к стоимости этого теста. Поэтому здесь, как всегда, нам приходится взвешивать эффективность теста, чувствительность теста, стоимость его и возможные экономические и клинические эффекты и бонусы, которые мы надеемся получить. Анна Сергеевна, в продолжение, прошу прощения. Все-таки в рамках ОМС, если сейчас встает вопрос, все-таки ПЦР или иммуногистохимия нам выключать, рекомендовать включение в ОМС? Если вы хотите назначать препарат? В любом случае, да. Если речь идет о тестировании... Я сейчас буквально скажу, ведь для адювантного выбора лечения больных колоректальным раком, для выявления группы неблагоприятного прогноза это является крайне важным ОМС, и практически большая часть пациентов будет нуждаться в этом. Иммуногистохимический метод в этом отношении является, наверное, проще и доступнее в точке зрения широты его использования в лабораториях по стране. И он приемлемо чувствительностью, специфичностью обладает. То есть исходя из этих соображений иммуногистохимия. У меня еще один вопрос, который, может быть, попытаемся связать доклад Нины Владимировны, но адресован он будет Анной Сергеевной. Вот мы посмотрели данные, мы понимаем, что абсолютное большинство при МСА отвечают на терапию, допустим, иммунотерапию, но все равно есть случаи, которые резистентны. Вот что работает в этой ситуации? Что обусловливает эту неэффективность в этой ситуации? Именно при микросателитнестабильном фенотипе или при ММА-дефицитном? Нет, именно при микросателитном фенотипе. Может, эпигенетика, это я так уже начинаю рассуждать исходя из того, что... Мы можем вернуться к моему последнему слайду. Я думаю, что вот те неуспехи иммунотерапии и неуспехи вообще терапии в целом, с которыми мы сталкиваемся, это, вероятнее всего, отражение ограничений, о наших знаниях на сегодняшний момент. То есть, может быть, в последующем мы найдем этому объяснение. Может быть, будет новый маркер на эту купляцию больных. Ну, хорошо, спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok